16 декабря по церковному календарю отмечается День Иоанна Молчальника или, как его еще называли, Иоанна Безмолвника. В этот день действуют строгие правила. Иоанн Молчальник очень почитается в христианской традиции, так как святой был великим целителем. В мире этот день называют днем мировой тишины и немоты, а главное правило дня звучит так. Сегодня категорически нельзя разговаривать, весь день нужно провести в безмолвии. И если это правило нарушить, то человеку могут грозить большие беды. Традиционно 16 декабря утром христиане отправлялись в церковь, ни с кем по пути не здороваясь, лишь кивая друг к другу. В храме шли к иконе Иоанна Молчальника, чтобы попросить у него помощи. Молились тоже молча, про себя. Такая молитва, как считали наши предки, могла исцелить даже тяжело больного человека. День Иоанна Безмолвника была принята проводить в молчании, поэтому никто не говорил и не кричал. Старались даже молча переносить боль. Никто не пел, так как было поверье, что иначе нечисть может голос забрать и больше не вернуть. К тому же, по приметам молчащего 16 декабря, высшие силы одаривали удачей и избавляли от несчастий. Приметы на 16 декабря говорят, что сегодня нельзя разговаривать, петь, кричать, ссориться и ругаться. Трапезничать нужно всей семьей тоже в полном молчании. В народе считалось, что того, кто за столом чихнет, охнет или закряхтит, не говоря уже о том, что начнет беседу, ждали большие неприятности. 16 декабря старались не выяснять отношения, так как, например, согласно поверью, поругавшиеся в этот день супруги потом весь год будут жить в ссорах. Все крестьяне проводили день Иоанна Молчальника в физическом труде. Женщины вышивали, пряли и ткали, а мужчины занимались починкой домашней утвари. Для детей делали исключение, им разрешалось немного поболтать, но только шепотом, без криков и шума. Тихо 16 декабря было и в лесу, лишь деревья иногда потрескивали на морозе. Охотники в этот день не стреляли, но выходили в лес, чтобы понять, сколько времени простоит такая тишина. Наблюдали за белками и бурундуками, а также другими животными. На Иоанна Молчальника было принято рано ложиться спать, так как считалось, что именно сегодня нечисть выходит из своих тайников и бродит по темным селениям, заглядывая в каждый дом. Считается, что нечистая сила принимала образ черной коровы, бушуя с полуночи и до трех часов ночи. Поэтому женщины перед сном читали заговоры, направленные против ее деяний. Читали, например, такой заговор против нечисти. Для этого 16 декабря надо взять четверговую соль и просыпать ее у порога входной двери в виде полосы, преграждающей путь нечисти, при этом приговаривая такие слова. Дорожку соляную проведу, нечистую силу в дом не пущу. Затем нужно трижды перекрестить дверь, утром соль смести в угол. Согласно приметам, если мало снега к этому моменту, то значит и урожай на следующий год не будет. Если в этот день увидишь, как луна тонет в тумане, то жди скорой в юге. Если в этот день идет дождь, то такая же мерзкая погода будет длиться до самого февраля месяца. Если к этому времени уже много снега, то год будет очень богатым. Приметы на 16 декабря говорят, что если муж и жена сегодня поссорятся, то потом весь год будут ссориться. В день молчальника нужно молчать, чтобы потом весь год была удача. Главное, что нельзя делать в день Иоанна Безмолвника, это много говорить. Приметы предупреждают, что болтунов сегодня будет ждать серьезное наказание. На них нападет временная немота из-за болезни горла, ангины или ларингита. Наши предки и вовсе в этот день придерживались обета молчания, поскольку верили в примету, что человека, который молчит в этот день, в будущем ждет большая удача и избавление от несчастий. Нельзя 16 декабря бросаться словами на ветер. На Иоанна Безмолвника, прежде чем сказать, нужно все тщательно обдумывать. С поступками тоже надо быть осторожнее. То, что сегодня будет сказано или сделано в обиженном или агрессивном состоянии, может обернуться негативными последствиями. Разрывом отношений с близкими людьми, увольнением с престижной работы, разочарованием в друзьях, коллегах и многое другое. Чтобы избежать этих неприятностей, надо помолиться святому и осмыслить все содеянное и сказанное. Не стоит 16 декабря ложиться спать за полночь. По приметам, кто ослушается этого запрета, может остаться без голоса. Темные силы его похитят. По этой же причине в день Иоанна Безмолвника запрещается выходить после заката солнца на улицу. Считается, что 16 декабря нельзя покупать мыло, поскольку существует поверье, что оно может спровоцировать болезни кожи. К тому же в этот день не рекомендуется начинать его новый кусок. Тот, кто так сделает, может смыть с себя защиту от нечистой силы, которая начнет мешать во всех делах и рушить планы. Даже если на 16 декабря остался небольшой обмылок, все равно нужно им домыться, а уже завтра его выбросить и желательно в разломанном состоянии, чтобы никто не мог навести на него порчу. В день Иоанна Безмолвника влюбленным и супругам нельзя выяснять отношения, даже если есть все предпосылки к ссоре, поскольку после очень тяжело будет наладить мир и взаимопонимание. 16 декабря лучше держать свои эмоции под контролем, иначе конфликт может довести и до развода, и до полного разрыва отношений. Неурожайный год сулит малоснежный день 16 декабря. Если снег на сырую землю падает, примета, что плохой урожай зерновых ожидается. Если снегирь поет, оттепель сулит. Морозы будут, если в день Иоанна Безмолвника дрова трещат в печи. Метель придет, если звезды прыгают. Если пес 16 декабря по снегу крутится, примета к снежным заносам. Взевать во время утренней службы в день Иоанна Молчальника, примета, что кто-то сглазил. Сегодня перед сном надо прочитать 40 раз «Отче наш», и тогда сглаз не подействует. Считается, что рожденные 16 декабря – очень эмоциональный и острый на язык люди. Они не терпят лжи. Они очень любят путешествовать. По церковному православному календарю 16 декабря отмечается 11 именин. День Ангела сегодня отмечают. Андрей, Гавриил, Георгий, Егор, Иван, Николай, Савва, Теодор, Федор, Ян и Гликерия. В народе сохранилась память о дне памяти святого Иоанна Молчальника, который еще с детства был особенным, потому что он всегда стремился к тому, чтобы уйти от общения с другими сверстниками и молиться. В молодом возрасте, похоронив родителей, он раздал все имущество. Потом он ушел в монастырь и жил там 10 лет, а потом отправился в Иерусалим, в другой монастырь. Оттуда он ушел в пустыню, чтобы уединиться. Там он пробыл 9 лет. Когда святой Иоанн вернулся в монастырь в Иерусалиме, то начал творить чудеса с помощью молитвы. Также он получил при жизни дар безмолвия, благодаря которому прославился. Помимо этого, святой прожил 104 года жизни, а умер в 558 году. На Руси верили, что в день Иоанна Молчальника нужно не разговаривать в честь памяти святого. Также, согласно народным обычаям, говорили, «Иван молчит, добрая молва дело растит». Еще в старину говорили, что если целый день человек будет молчать, то у него появится дар красноречия. Некоторые и вовсе верили, что в этот день нечистая сила может утащить у человека голос. «Иван молчит, добрая молчит, добрая молчит, добрая молчит». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова